Испокон веков на Кавказе уважали истину, даже если она была на стороне притесненных. Новейшая история ингурского народа – это хроника о том, как ингуши, вопреки всем обстоятельствам, держались за истину. Соседи ингушей неоднократно силой забирали их земли, присваивали себе чужое, изгоняли из родных домов, уничтожали целые семьи и селения, без оглядки на российские колониальные законы Адат или Шариат. После покорения Кавказа Москва сделала ставку не на справедливость, а на те силы, которые способны поддерживать колониальные порядки в регионе. Твердыней Москвы на Кавказе стала Северная Осетия. Поскольку Москву интересуют не люди, а промышленности, полезные ископаемые, ингушский народ всегда был лишь маленькой переменной в уравнении под названием «удержание Северного Кавказа». Ради справедливости следует сказать, что и об Осетинах в Москве вспоминают нечасто, лишь тогда, когда нужно попользоваться. В мирные дни, когда у русских дела идут хорошо, кавказцев воспринимают как угрозу и инородное тело. В такие дни мы непременно предстаем перед питерцами и москвичами в образе хачей, черножопых и прочих второсортных обитателей имперских окраин. Как только Россия оказывается у пропасти, ведет войны, опасается развала и потери контроля над колониями, ингуши, чеченцы, аварцы, кумыки и другие народы сразу превращаются в военно-овязанных граждан, смелых парней и прочих пехотинцев Путина. Вот и в истории со вторжением русских на Украину возникла острая необходимость в желающих погибнуть за три копейки. Поскольку такой гонорар не сильно привлекательный для москвича или питерца, главным поставщиком пушечного мяса стали бедные регионы, те, кому некогда думать о политике, лишь бы выжить да семью накормить. Тут в Москве и вспомнили о Северном Кавказе. В первых рядах – Дагестан и Северная Осетия. Что нужно для народов Дагестана, не сильно избалованных деньгами? Достаточно предложить хоть маломайскую зарплату плюс соцпакет и принудить карманных муфтиев выступить с фетвой, в которой провозгласить, что борьба за удержание Путиным власти, борьба за его золотые унитазы – это и есть джихад. Символично, что фетва, провозглашающая путинскую спецоперацию джихадом, а контрактников и наемников на службе Москвы – шахидами, была принята именно в Северной Осетии. Кстати, осетины поспешили в очередной раз выслужиться перед Москвой, отправляя на Украину как кадровые части, так и подразделения добровольцев. Северная Осетия – один из лидеров по числу погибших и пленных солдат. Теперь вопрос. Что осетины попросят у Москвы за свою службу? И за чей счет Кремль расплатится? Продолжение следует... Продолжение следует...